здравствуйте дорогие друзья меня зовут дмитрий карапенко это видео давайте назовем что делать если английский в школе в колледже в университете еще где-то неинтересный я решил снять это видео потому что частенько стыкаюсь с таким феноменом что люди не овладевают английским не потому что они не могут не хотят или еще что то а потому что просто они не понимают и не осознают что им как бы надо и можно овладевать потому что в учебном заведении английский преподается ну как я сказал неинтересно вкратце давайте буквально пару предложений как бы почему так происходит и к чему я веду смотрите я думаю что где-то одна школа из 10 может из 20 возьмем средний что там из 15 да действительно обеспечивает такой английский который потом человек молодой человек может использовать при поступлении куда-то за рубеж например или уже после окончания там института например на он хочет устроиться на работу в иностранную фирму и там с ним проведут собседование на английском языке и так далее то есть где-то одна школа на 10 не больше обеспечивает такой английский который позволит человеку это достичь более того интересно английский насыщенный за счет чего это достигается в специализированных школах например моем городе из гимназии я уважаю их методы не методы ну в общем я вижу что много довольно детей как который заканчивает эту гимназию действительно могут разговаривать читать писать на английском до определенного конечно уровня там не супер-купер ну тот супер-купер уровень имени надо так вот у них английский каждый день более того английский поделен на общий какой-то английский там бизнес английский литература на английском ну и так далее так далее получается у детей там 10 уроков английского недели и учебники оксфорд кембридж и так далее учителя энтузиасты то есть которые действительно любят английский я не знаю их методы как бы как насколько они там авторитарны или демократичны используют ли не какие-то там круглые столы я думаю да и поэтому детям это нравится и дети там очень много разумных детей то есть восприятием который стыгн классно восприятием с интеллектом и все классно действительно не заканчивает и все хорошо но не все конечно но процентов там 60 70 может 80 ну вот это я описал школу которая английский действительно ребенку что-то да и да не что-то классно дает родителям в принципе репетитор по идее может быть даже и не нужен если ребенок хорошо это все ухватывает но это одна на 10 а может на 15 как происходит в обычной школе или в колледже там ну колледж и институт это вообще отдельный разговор если там не профилирующий там одна пара в неделю что-то по какому-то учебнику который вот это вообще не английский возьмем обычную школу там от двух до четырех английских в неделю по расписанию типа два по программе два еще каких-то платных там ну частенько будет покупаются учебники модненькие да а бывает но в основном нет каких-то отечественных факторов и получается детки приходят туда и учитель стоит заставляет обычно делать если он особенно не сильно энтузиасты и мужич надоело зубрить тексты почему-то считается что это обеспечит классное обговорение письмо и так далее я убежал убеждался десятки раз что это бред ничего не обеспечит детки учат эти тексты сидят на руках нудятся в таком духе такой такой подход не обеспечит им будущем сдачу даже вот этих государственных экзаменов как в россии егэ в украине зноу беларусь и не знаю честное слово наверняка есть какой-то аналог то есть в каждой стране сейчас принципе это копируется американской системы европейской тут убрали экзамены в университете вступительные да зато билеты я в принципе сторонник этого да классно это уменьшает коррупцию и так далее но к чему иду дети не готовы вот я слышу чуть ли не демонстрации например в украине в киеве в прошлом году или в этом были демонстрации с какими-то транспарантами после зноу что родители так надписи значит на этих возле министерства образования надписи на их транспарантах зачем вы мучаете наших детей то есть уровень этого зноу такой высокий текстов а дети из простых классов то в жизни не его нормально не сдадут потому что это нереально и вот такое длительное предисловие извиняюсь такое длительное предисловие смотрите представляем я бы представьте что представим что вы учитесь что ученик вполне возможно вы сейчас смотрите это видео вам 16 лет 15 14 или взрослый человек или вы учите в институте и вы явно видите что английский у вас не такой как он какой он должен быть мягко говоря да что делать но естественно я думаю что это настолько очевидно просто большинство людей этого почему-то не делает поэтому я решил записать это видео вам нужно полюбить английский язык и начать и получать от него удовольствие самостоятельно без учителя в школе даже может быть без репетитора может и с репетитором как это сделать смотрите у нас два я думаю пути я об этом думал неоднократно первое первое самый такой как бы путь эффективный и рациональным вы ставите себе цель подумайте о будущем да там из через три-четыре года через сколько-то я хочу сдать тест английского для того чтобы поступить в университет за рубежом там хотя бы в польшу или я хочу получить столице работы в престижной фирме которые с английским вот и мне нужен английский я реально осознаю что мой институт или школа мне этого не даст ну даже десяти процентов не даст поэтому надо начинать самому заниматься английским и второй такой путь просто я хочу получать удовольствие от английского честно говоря это конечно сомнительно но может быть и так и поэтому вы спокойно начинаете смотреть фильмы на английском слушать какие-то песенки на английском поглядывая в текст это смотреть молодежные сериалы на английском читать комиксы на английском если уровень позволяет вы начинаете читать книжки классические какие-то философские интернет-журналы если вам понравится что-то из бизнеса там куча есть всякий bloomberg wall street journal неважно но это уже уровень такой более-менее высокий чтобы не потерять как бурый вы же знаете если вы чем-то не занимаетесь долго то но деградирует да вот чтобы не допустить этой деградации чтобы потом не наверстывать да очень просто видите ну казалось бы да то есть дело на самом то дело в мотивации опять-таки все время мотивация мотивация это все время она преследует от нее никуда не уйдешь если ваш английский в школе неинтересно или в колледже или в университете создайте себе интересный английский сами это у вас получится элементарно я вам гарантирую в сави в зависимости от вашего уровня начните что-то делать в английском каждый день по чуть-чуть ну хоть полчасика ну хоть 20 минут смотреть фильмы ну еще чтобы все это заново не перечислял фильмы книжки аудио-видео ну то есть все основные носители информации и вы почувствуете за несколько месяцев как у вас мало того что улучшится в принципе оценки там и у марии ивановны до которые заставляются зубрить но это не есть великой целью поверьте мне я часто убеждаюсь в том как даже например и моей семье моя дочь я закончила значит школу и у них была учительница который в общем все хвалили что у нее дети поступают не знаю куда они там чего поступают в общем она старалась получать это хорошие оценки по английскому и у нее средний балл был очень высокий но как мы убедились потом все зависело от выпускного и выпускных вот этих экзаменов зновой игре так далее ну то есть я между аналоги провожу к а средний балл аттестата да он играл роль но играл но там пару пальчиков понимаете получается ребенок старался последние два-три года из кожи вон лес зубрил все это все это хинею и ну что дальше ну сколько гига калорий энергии потрачено почти никуда лучше бы сосредоточиться на английском который я же говорю фильмы книги и так далее который бы позволил лучше намного написать эти все выпускные эти тесты и так далее и так друзья полюбите английский и начинайте заниматься английским самостоятельно даже если у вас он в школе или там где-то еще неинтересный нудный мало и вообще никакой если позволяют финансы наймите себе какого-то креативного репетитора или пойдите на какие-то креативные курсы картин и всегда вы можете определить даже по ну я не знаю по вывеске что ли по атмосфере заходите на дину всегда видно что хозяин и эти работники девочки преподаватели они энтузиасты такие они истинные но я не знаю маньяки английского или это просто какая-то такая конторка где сидят какие-то там дяди тети которые будут вам мучить короче эту грамматику туда лучше не ходите потому что у вас будет два как бы с двух канала вас будут бить и со школы что-то креативное чтобы вы улыбались чтобы вы смеялись чтобы и тогда вы английский вам покориться и так друзья с вами был дмитрий карапенко я думаю что несмотря на всю очевидность этого видео которое записываю да вот этой темы частенько почему-то люди этого не делают не знаю почему так давайте это делать создадим сами себе английский я сам себе учитель как бы я сам себе вот не бот с моим штурмом моей жизни да я знаю что мне может понадобиться и поэтому я буду заниматься им сам даже если в моем учебном заведении это не английский а пародия только надо начать начать именно сегодня не завтра не послезавтра так как у многих мотивационных завтра не наступает никогда у нас завтра вечно будет завтра да поэтому давайте начнем вчера лучше там она отдаст нам на сегодня как бы давайте короче сегодня начнем любить английский прямо после этого видео если у вас есть возможность если вы сидите за компьютером например или со школы пришли сидите в контакте или еще где-то и рассматривайте щеночков своей подружки откройте вторую вкладку в своем браузере вкладке что-то на английском ну например я условно говорю какие-то нам beautiful flowers какие-то красивые цветочки да у вас повылазят сайтики об этих красивых цветочках в класснице на один из них сайтиков там будет какой-то текст начните его читать или в ютюбе видите эти flowers ну если вам нравится flowers посмотрите видео пусть вы поймете 20 процентов не старайтесь ничего сильно вникать она вам не надо не надо напрягаться начните именно сдвиньте завтра посмотрите видео про крокодильчиков каких-то до в африке и так далее вы вам главное втянуться как только вы тянетесь назад вас уже на английского слава богу наверное не вытащишь и так красиво вам английского друзья создавайте сами себе свой путь в жизни и английский туда явно что не исключение до встречи в следующих видео